Рассмотрим непосредственно данные доводы. Что касается реальности товара, то тут понятно, что необходимо подтвердить, что соответствующий товар, работа, услуги, действительно, они не на бумаге отражены, а действительно, скажем так, является реальным активом налогоплательщика. Потому что нередко возникают обстоятельства, что, ну, то есть, что называется, товар действительно есть, но вот этот товар, он поступил не со стороны, а уже существовал налогоплательщики. Иначе говоря, просто-напросто налогоплательщик, скажем, какие-то товарные запасы начал оформлять в качестве предмета, самостоятельного предмета какой-то отдельной сделки. В данном случае я привожу примеры судебных актов, в которых, например, указывается, что деленные ремонтные работы, либо услуги, они в реальности были, что называется, осуществлены самим налогоплательщиком, а не, что называется, появились у налогоплательщика в результате какой-то операции. Следующий аспект, ну, в целом пересекается с реальностью товаров, это то, что вот появление товара, товаров, работы, услуг было связано именно с взаимоотношением с какими-то третьими лицами. Потому что, повторюсь, может быть ситуация, когда налогоплательщик те или иные услуги выполняет собственными силами. И, соответственно, документы, которые оформляют спорную сделку, они, по сути дела, ну, скажем так, носят формальный характер и не отражают реальное существо дел. Вместе с тем, вот, применительно к доводу как о реальности операции, так и о реальности товаров, здесь следует обратить внимание на другой аспект. Что? Чтобы доказать, что действительно товар ранее у налогоплательщика отсутствовал и, собственно говоря, поступление такого товара в результате какой-то операции привело к увеличению активов налогоплательщика, необходимо, понятно, представлять документы. И в большинстве случаев, да, сосредотачиваются на анализе внешних документов, то есть документов, которые исходят от стороны сделки. Вместе с тем, немалое значение могут иметь и документы, которые, ну, можно охарактеризовать как внутренние документы налогоплательщика. Это документы складского учета либо производственного учета. К сожалению, специалисты, многие считают, что на эти документы серьезного внимания обращать не надо, ну, поскольку они составляются самим налогоплательщиком, то есть лицом заинтересованным, а значит и суд к этим документам будет относиться с подозрением. Но на самом деле это не так, потому что нужно в целом понимать, что любой налоговый спор – это прежде всего документальный спор. И налогоплательщику важно представить значительное количество документов, информация, в которых будет согласовываться друг с другом, то есть информация по количеству, например, товара, по дате его поставки. И, соответственно, когда налогоплательщик представляет как внешние документы, исходящие от контрагента, так и свои внутренние документы, в том случае, если информация согласуется в них, то это достаточно серьезно играет серьезную роль и делает позицию налогоплательщика убедительной. Поэтому, безусловно, на такие документы, как складского производственного учета нужно обращать внимание. Но здесь есть, конечно, определенная проблема, что сами налогоплательщики могут ввести соответствующий учет, ну, скажем так, тяп-ляп. То есть, тем самым они, конечно же, лишают себя возможности, точнее, лишают себя дополнительных важных доказательств. Следующий аспект реальности сделки – это реальность поставщика. Вот применительно к данному аспекту здесь следует отличать вообще должную осмотрительность и реальность поставщика. В чем отличие? Дело в том, что, когда вы представляете аргументы о должной осмотрительности, вы подтверждаете просто-напросто реальность какой-то организации, что она действительно существует, осуществляет какую-либо деятельность. Но в данном случае вы не доказываете, что именно данная организация осуществляла спорную операцию. Поэтому, когда мы говорим о реальности поставщика, мы говорим, что представляются доказательства, что именно данная организация поставила товар, осуществила работы, либо оказала услуги. Потому что в данном случае, я привожу примеры данных судебных решений, может сложиться ситуация, когда товар действительно есть, и никто не оспаривает, что этот товар был поставлен третьими лицами. Но абсолютно непонятно, что это были за третьи лица, потому что очевидно, что то лицо, которое фигурирует в документах, в реальности, этот товар не поставлял. И в данном случае доказательствами реальности того, что именно данное лицо поставляло товар, могут служить, помимо всего прочего, например, выписки со счетов, в которых фигурируют, например, расходы по приобретению спорного товара, либо расходы, связанные с производством товара, либо осуществлением работ, услуг. Вообще, конечно, налогоплательщику такие доказательства получить сложно, но очень часто сами налоговые органы представляют такие документы. Поэтому налогоплательщикам важно проанализировать соответствующие выписки и, в том случае, если есть полезная информация о поставке спорного товара, то, безусловно, ее использовать для усиления своей позиции.